Дорогие друзья! Конечно, по анонсу вы уже поняли, о какой машине идет речь, но присмотритесь к этому прекрасному мужчине. Очки, шапка, куртка, вроде все как у людей, тапочки. Как вы думаете, на какой машине может ездить этот гражданин? Вот это, конечно, вот смотрите. Нет, ну чувствуется, что должна быть какая-то хорошая машина, да? BMW, Mercedes, ну не знаю, на худой конец Escalade какой-нибудь, да? Но нет, этот человек избрал другой автомобиль. И сегодня у нас на тесте Hammer H1. Да, пойдем. Ну и прекрасный мужчина другой, представьтесь, пожалуйста, нашим зрителям. Всем привет, меня зовут Егор. А по отчеству? Сергеевич. Егор Сергеевич, вот скажите, в принципе, когда говоришь Hammer, ну, воображение рисует какое-то некое безумие определенное, да? Особенно в наше время, когда машина снята с производства, ну, я так понимаю, и это тоже, да? В начале 2000-х годов, в 2006-м году последний. Сразу понимаешь, что с запчастями, наверное, какие-то должны быть напряги, да? Но с другой стороны, невыносимое желание как-то... Приобщиться. Бортануть, потому что рассказывали истории, даже когда вышел уже второй Hammer, да, рассказывали истории, что люди при парковке могли запросто заехать кому-нибудь на капот задним колесом, сдавая, да, потому что парктроники – это не наша тема, да? И вообще, у нас же был на тесте, мы его, правда, не снимали, но, Рустам Волочий... Второй. Да, второй, и, ну, помимо того, что во дворах невозможно жить абсолютно, да, то есть, как бы крутиться, но ощущение, что вокруг какие-то мелкие... Лишние люди. ...склизкие твари, вот эти вот все лишние люди, действительно, оно не уступает. Мешающие тебе. Жалкие рабы. Сергеич, расскажи, смотри, как быстро, да, Сергеич? У тебя есть еще нормальная машина? Ну, конечно, у меня есть мини-купер. Серьезно? Кроме шумения. Мини-купер, да. Да, лазер-блю цвет. Да, да, ну, у тебя, кстати, и номера мини-мини-пипл. Вот, брат, ну, а вот как вот ты из крайности в крайность, да? Нормально, нормально. Минут пять. Кто тебе сосватал этот автомобиль? Да это мечта такая. Была мечта, реализовали. Сколько времени у тебя эта тачка уже? С восьмого года сколько? Шесть лет. Уже шесть лет. Сколько она в период первой волны кризиса стоила? Смотри, от кризиса до кризиса. Она всегда одинаковая. Ну, вот, у меня она обошлась где-то 3,3. Миллиона? Да, сейчас она с учетом бакса 5,5. А, поэтому Сергеич улыбается. Да, ты рублевый миллионер. А он нормально и проинвестировал-то. Ну, и вторая вещь, которую успел узнать перед нашим началом теста. Машина не только не теряет в цене, но не теряет и в расходе. Постоянно 22 литра. Стоя в городе и на трассе 22 литра. Причем дизеля. Что самое удивительное, это дизельная машина. Да, она армейская. Да, действительно, она настоящая. Скажем так. Брат, ну, пойдемте. Давайте, я покажу. Пойдемте, посмотри. Сергеич, рассказывай. Значит, вот этот укрепрайон ты сам делал или так было? Наши афроамериканские друзья прилетели. Афроамериканские? У ниггеров покупали? Думаю, что так. Хорошо. Что еще вот тут добавлено по сравнению? Силовой бампер идет от бронированной версии. От армейского, да? А ты пытался им проламливать кому-нибудь бошки? Я все жду, я все жду, когда подвернется случай. Ну, лебедка была, это штат. Так, а фонари? Ну, фонари обязательно, конечно. А вот эти ходовые ты привинтил? Да, да. Ты сам? Да. А что здесь? Шноркель есть, он не штатный. Шноркель? Да. А что делает шноркель? Он отсекает крупные частицы из воздуха, если по пыли едешь или по какой-то грязной. Вот смотри, мануфактурит им барабук. Ну, это, наверное, единственный продукт, который реально... Искурсий, влевоемен. Все очень просто. Делается в Соединенных Штатах. Это фильтр, да? Ну, типа того, да. Грубачески, скажем так. Хорошо. А здесь вот, брат... Открыт, да? Да-да-да, покажи, что тут... А здесь у него какая-то нелегальная тема. А-а-а-а. А что эта штука делает, брат? Есть шесть. Фонарей, ксим, нормал. Так. Два инфра... У тебя прибор ночного видения. А, есть прибор ночного видения? Зачем это? Мы в шлем и поехали. А, шлем? И у тебя в шлеме это должно быть? Гатишь весь свет, и тебя не видно, а ты видишь. А у тебя есть такой шлем? Че, с собой? А, российский. Погоди, ну а как я... Сергеич, а ты на чью армию работаешь? На нашу? На нашу. Вы российский с американским штекером состыковывается? Варенкуриваете оставляешь, он работает? Нет, эти форы просто светят. А, ты просто смотришь через какой-то фильтр. Значит, колеса штатные? Да, штатные. Значит, смотрите, и на колесах тоже алюминий, да? Ну да, это алюминий, они разборные, двухсоставные. Стоит подкачка, вот здесь. Central Time Inflation System. Подкачка, то есть у тебя нет насоса, правильно? Я этого не знаю. Так, ну давайте, слушайте, ну лопухи гигантские просто, да? На американцах называются лановые уши. А военные техники нужны они? Ну, военные, наверное, нет. Они вот такие, они несколько иные, короче. Не, ну надо сказать, что этот автомобиль, ну первое поколение, был сделан на основе, ну легендарного автомобиля, который до сих пор стоит, да, на вооружении американской армии Humvee. Да, вот, который как раз сейчас подставляют на Украину. В принципе, два бака, да. Но смотрите, насколько логичнее у УАЗа сделано это решение, да? У УАЗа с двух сторон. А здесь, если пуля попадет теоретически куда-нибудь посредине, то в принципе можно долбануть два бака одной пулей. Но если, например, вот так, насквозь прошить. Значит, 100 литров, да, один бак, а второй? В районе где-то 150 оба бака. Про коррозию про эту, да? Да, расскажи. Это коррозия. Электрохимическая коррозия. То есть здесь железо, здесь алюминий, да? Бальваническая пара между железом и алюминием, соответственно. Ну, то есть это, наверное, консульс. Надо сказать, что кузов у этого автомобиля алюминиевый. Кроме дверей и крыши. Ну и капот пластиковый, понятное дело. И двери пластиковые? Нет, нет, железные. Железные. А вот это? Это алюминий. Так, ну и сзади давайте посмотрим. Ну здесь калитка тоже нештатная. Ну она как бы... Калитка, калитка. На автомобиле калитка. А тебе приходилось хоть раз менять шину? Не разу? Ну там стоят же аэрон флэты у него. Ну вот и система подкачки, да, как раз? Как выглядит, да. Кранчик. Да, слушайте. Не, ну давайте багажник. Ну и вот что говорили, да, мини-клуб. Мини-клуб Раджа. Мини-клуб Раджа, да. Ну очень похоже, в принципе, на мини. На кредитах, да? Ну конечно, конечно. Мы должны протестировать багажник какой-то автомобиля. Ну что, мы дождались на тесте этот легендарный автомобиль на нашем, парни. Почище сделаем. Да ладно, перестань. Не надо почище. Пусть будет хорюки чистые сегодня. Что-то я как-то не угадал сегодня со штанами, извините, пожалуйста. Подожди. Нет, без инструмента никуда. Значит, ну смотрите, как бездумно американские инженеры потратили. 2,20, нормально. 2,20, гроб можно. Сергеич, а куда ты на нем ездишь вообще? В Карелию в один раз и ездил. Ездил, да? В Диссельдорф ездил. Ну смотри. На нем в Диссельдорф? Да, за бампером. Что селезал? За его бампером? За бампером ездил, нормально. Значит, смотрите, ребят, ну здесь реально удобно, потому что практически ровная поверхность. То есть здесь можно организовать как минимум 2 спальных места. Шалман можно организовать. Нет, 2 спальных места. Ну, достаточно низкий потолок, но вот посмотрите, да? Ну, холодильник точно, шкаф, стенка румынская точно здесь разместить. А здесь каким-то образом еще организовывается пространство. Это уже крылья. Это уже крылья. Здесь никаких свободных там. А во время путешествий, Сергеич, ты здесь ночевал? Ну, конечно. В машине, да? И не один. Через сколько она остывает? Быстро. Она очень дырявая, там очень плохие уплотнители. Я думаю, что где-то через час уже холодно. А с женщиной через сколько? В зависимости от работы. Скажи, пожалуйста, а здесь, Егор, а здесь под, соответственно, полом, ну, каркас просто металл и рама, и все. Да, а каким образом? Потому что читали мы на форумах тут, когда готовились к сегодняшнему выпуску большого тест-драйва, что жалуются владельцы. Кстати говоря, сколько владельцев, как ты думаешь, этих автомобилей вот в первом кузове в России? Я думаю, в районе 150 машин в России есть. А ты сколько думаешь? Я думал, ну, человек 30-40 максимум. Нет, в одной Москве я стою. Но они где-то скрываются. Нет, ну, мы знаем, что у этого, у Богдана Титамира был свой. Был, да? У Киркорова. У кого? У Киркорова? Он лежа ездил. Здесь фотка. Сейчас, куда надо? Сейчас, давай, давай. Так, так, так. Парни, а вот это вообще нормально. Я сейчас начал. Там много разных фотографий. Смотрите, и владельцы этих автомобилей жаловались на своем форуме специализированном на то, что во время движения кузов существует отдельно от рамы и от колес, собственно говоря. Это как? Ну, то есть он в неком движении находится. Ну, я не знаю. Ну, есть такая штука, что здесь редуктора идут колесные, идет привод, и есть зазор между шестеренками. То есть ты чувствуешь, что немножко... Это можно показать, да. Очень просто сделать. А, ну, конечно, колебания такие. А, это внутри покажешь. Ну, и просто ты останавливаешься, и он начинает вот так стоять на месте, да. Потому что профиль резины большой, плюс убирается зазор между шестеренками, соответственно. Давай, Киркоров. Сейчас, подождите. И Киркоров. Киркоров тертый калач. Тертый калач, да. А где он ездил в этой машине? Да ладно, неужели он сам и Борисовна ездил? Одна из первых машин. Не, ну, кстати говоря, ездить-то здесь не очень удобно, потому что нет дивана, естественно, да, привычного. Ну, для Киркорова. И... Красавчик. Это Киркоров? Это Киркоров. А я не так, а я думал, это не Киркоров. Похож на Маликова. Погоди. Я прислал, говорит, будешь с пацанами? Что, серьезно? Класс. Там рет он все. Спасибо, Киркорович. Это вообще не владелец, на самом деле, автомобиле. Да? Да, конечно. Хочешь покататься? Ну, давайте, Иван, сядьте. Ну, давай. Сколько удобно. Ну, я не знаю, как здесь разместиться Киркоров, но простому, гражданскому. Ну, с другой стороны, знаете, все это напоминает, на самом деле, ну, понятное дело, автомобиль с... Над головой сколько? Да, нормально, над головой. Автомобиль с самыми, что ни на есть, военными армейскими корнями. Для чего это сиденье нужно? Для армейскому человеку кожаной сиденье. Нет, 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 это понятно. Слушайте, я к тому, вот посмотрите, да, эргономически, вот. Чего тебе здесь не хватает? М-16. М-16, ну, в данном конкретном случае, учитывая, что этот автомобиль является трофеем на нашей... Да, лопаты, метлы, ну, или, в крайнем случае, автомат калашникова. Нет, на самом деле, комфортно. Слушайте, единственное, нет никаких... Она не регулируется. Никак не регулируется, но места достаточно. Вопрос, как ты себя... Комфортно ли ты себя будешь ощущать во время движения? Вот, посмотрите, все железное. Слушайте, ну, это похоже все на... На автоваз. Да нет, не на автоваз, нет. Смотрите, хотя... Это электростеклоподъемники, да, вот смотрите, какое решение, вот, в правом-влевом. Американцы же. Да, американцы. Ну, цвет классический для американских машин. Американский, да, вот это пластика, вот это обивка. Значит, это все. Вылезать, ну, ноги должны быть длинные, именно поэтому Киркоров, наверное, купил себе Хаммер, потому что ноги-то у него, ого-го, там, метр семьдесят. Нет, там можно ехать, а ноги снаружи. Да, 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 да. Ну, и давайте посмотрим посадку за уже руль. Ну-ка, садись за рулем. Брат, а как залезать-то? Немножко у меня не хватает панельки, надо. Ничего, нормально. Ну, надо загидывать, ну, через вот этот порог. Ну-ка, ну-ка, держась за руль, держась за руль. Только за руль, да? Потом садишься. Потом? Это самое удобное место. Сюда. Что надо самовережать? Там регулируется по-всякому? Ну, смотрите, нет, ну, регулировки есть. Ну-ка, попробуй отодвинуться, по-первых. Верх-вниз, по-вторых. А, вверх-вторых. Да, это вверх-вторых. Вот это вот. Ну-ка, он назад. Ничего, ничего, я... Максимально назад. Нормально. Иди сюда, Иванович. Ну, вот ты просто проем снимешь. В принципе, вот, смотри, благодаря вот этим приборам, которые Сергеич завешал, иди сюда. Вот, в принципе, та часть машины, где... Сергеич, как называется этот бабайка? Шноркель. Вообще, мне кажется, это другой автомобиль какой-то, соседний. А попробуй дотянуться. Вышел человек и забыл закрыть дверь. Не-не-не, это аналитик, абсолютно. Бульвар, дом 4. Не знаю. Не знаю, извините, пожалуйста. Бульвар, дом 4. А вы что-то везете туда? Да. Можно было бы и у нас загрузить, в принципе. Ну, ладно. В принципе, все поместилось бы и в наш автомобиль. Посмотрите, и катастрофически, и просто... Катастрофически маленький руль. А тяжело его крутить? Завести его. Давай. Слушайте, знаете, какой? Как и на тренажерах. Вот этот вот советский, причем старые тренажеры. Так сидишь, так вот, и в экран вдупляешь. И видишь. Брат, ну вообще, честно говоря, вот скажи, самое-то главное ощущение, как привыкнуть к габаритам? Ну, потихонечку. Неделя 2-3. Знаете, сколько на твоей совести этих... Хотя бы столбиков дворовых. Слушайте, ну помните, нас в армии учили, как привыкнуть к габаритам танка Т-80. Значит, там же есть фары, да, соответственно, решетки. Вот видишь левую, видишь правую, все. Вот твои габариты. В принципе, здесь то же самое. Ну, здесь просто ты едешь в одной половине, и понимаешь, что справа такая же половина. Половина, да. Главное, привыкнуть к своей половине. А, Сергей, сейчас можно попросить открыть капот, потому что мы хотим заглянуть под капот и показать сердце этого автомобиля. Ну, слушайте, такое ощущение, что это трансформер из фильма Майкла Бея. Да, и сейчас эта машина жила. Вы посмотрите, сколько усилий требуется для того, чтобы просто поднять крышку капота. Сколько, по твоим ощущениям, весит она? Килограмм так, 25, наверное. Килограмм 25, расскажите. А зачем им такой вообще большой кузов-то? Для чего он, для каких задач? Я так понимаю, чтобы обеспечить клиренс. Клиренс 41 сантиметр, чтобы все поднять. Рабочий, да, такой. Ну, и плюс разрисовка у него хорошая, ну, относительно. То есть он перевернуть его довольно сложно. Слушайте, ну и посмотрите, у нас турбированный же мотор, правильно? Турбина, на самом деле, я не вижу. Это свеженькая деталька какая-то. Да, да. А что это? Ну, это для... Там, если ты посмотришь рядом с колесом, увидишь сигнал. Сигнал? Прямо ниже, ниже. Погоди, это компрессор гудка? А ты можешь дуднуть? Конечно. Так, а давай мы только подальше отойдем. Ключи, подальше отойдем, чтобы нас... Это компрессор гудка. Ну, так, чтобы машина большая. Ты, насколько надо отойти? Это штатный. Иди сюда, я тебе покажу. Это если не помогает, да? Вы посмотрите. Погоди, а это что? Это от фуры? Да, это хадли. Это стандартный. Американский, да? А как происходит так, что грязь туда не забивается? Все на обращенную вперед. Он просто нормальный. Я не знаю, как это получается, честно. И работает офигенно, да? Три-четыре года. Сколько стоит такой набор? 30, сейчас. Нет, 30, не, он стоил. А сейчас, наверное, 1045, надо. Ага, ну, с учетом курса, да, текущего? А сколько времени он может дудить? Там, на 20 литров? Ну, долго. Ну, то есть, уверенно, как вот реакция людей? Хороший, хороший. Это такой демократизатор. Ну, нормально, нормально. Все, люди успокаиваются сразу. Ну, да, ну, есть хорошо, есть время, место, куда посадить. Есть, но так как у вас, владельцев этих автомобилей, не так много, и в ближайшее время, я не думаю, что... Это как на самолете. Да, да. Не наступает. Не наступает. Я не думаю, что количество владельцев и личностей в стране... Ну, так, для проформы, скажи нам, чтобы нам потом не писали в комментариях к этому видео, что мы чудаки, не спросили даже о проблемах мотора. Есть какие-то проблемы с мотором? Ну, мы должны это спросить, Влад. Нет, серьезно, вот нет, с мотором нет, со всем другим есть, а с мотором нет. Хорошо, давай, с чем есть проблемы, самая проблемная часть у этого автомобиля, чтобы они писали в комментариях, вот дебилы, потратили 3 миллиона. Ну, а на него, я как бы развею мифы, это ненадежная машина, абсолютно. Ненадежная? Нет. То есть, я считаю, что наша машина гораздо лучше в этом плане. У него, ну, очень много проблем, да, начиная от того, что он из-за того, что тяжелый, он жрет резину. Если ты чуть-чуть ошибешься с ход-развалом, у него проблемы с редукторами постоянно текут, редуктора и колеса. То есть, это не только проблема УАЗика, да, это проблема еще и автомобиля, который стоит, ну, а сколько раз получается дороже? Ну, 5, 7, 8, 10 раз дороже, чем УАЗик. У него проблема большая, у него находится в развале блока турбина, от НВД, а не турбина, а от НВД есть блок управления, и он, по сути, в самом горячем месте. И ему херово. И он просто плавится, да, и ты едешь, и ухоп, и все, выключается. И что происходит? Ничего, надо менять. А сколько стоит такая штука? Где-то 300 долларов. Сергейич, ты сказал, что проблема с запчастями, да, из-за того, что снято с производства? Ну, не то, что прям проблема. Сколько приходится ждать? Из Америки. Это зависит от нашей почты. Почты России, да. Там-то парни неспешно работают. Ну, в коррозии мы видели, а по днищу по подвеске есть проблемы? Есть, у нее шаровые, это достаточно расходный материал такой. С точки зрения передвижения в городе, понятно, что это был первый автомобиль, да, потому что второй Хаммер, но это уже, по сути, ребят, гражданский автомобиль, построенный на этой платформе Тахо Эскалейт, в общем, просто вот с этим огромным кузовом, неповоротливый, да, и ничего не имеющего общего. Именно с прародителем, нет, ну, это Хамби, это вот гражданская версия, да, американского военного автомобиля. Вот, как в городе-то, вот. Да нормально, ты как бы формируешь полосу. Ага, ты для себя формируешь, да. То есть, вектор движения. Для пассионариев. Да, слушайте, ну, теперь нам надо обязательно познакомиться с интерьером этого автомобиля. Да-да-да, потому что там много чудес. Да-да-да, ну, все, давайте. Господи Иисусе, что-то неудобно вам залазить, Сергей Валерьевич, но это вы такое неудобное. Не залазить, а залезать, значит, Сергей Ча Света нет, какого дополнительного. Вот есть слева от руля клавиша такая. Карго. Да-да-да, нажимай. О, нормально, смотри. А почему карго? Ну, типа, в грузовом отсеке с самолета. Вот, слушай, здесь до фрега ручек, а не кнопок каких-то. Кнопок каких-то. Но у нас сейчас вопрос. Давай, разберемся. Во-первых, вот из этих приборов, вот это что за колонки. Каланки от рации. Тут видишь двераться, стоит одна дальнобойная на 27 МГц. Вот это. А вторая. Давай я скажу. Да я покажу, отсюда видно. Не-не, не видно, видно, видно. Вот она. Вторая двухдиапазонка на УКВ и на ЛПД. Тут у тебя регистратор, а это? Ну, дорожный компьютер, который просто считает ошибки, которые бывают из них. наводы чтобы здесь крепеж здесь меня компьютер маршрутных ставится в этот зале на типа планшета только не больше а вот это а вот эти кнопочки разберемся красные это блокировки речь оставили у него в стандартной комплектации идет задняя с третьего года задняя блокировка она и локер так называемые а это уже рб мы поставили пневматическую блокировку не считай что она лучше это управление окнами зеркала это сигнал собственно это вот твой гигантский вот это понятно послушаем ну как из салона ну или так давай но он здесь где-то такое ощущение вот прям вот под задницей до рождается этот звук здесь у тебя магнитола да это как бы климат-контроль ну правда называется а вот это вот штучки это собственно подкачка видишь манометр красная и зеленая стрелка зеленая это передняя шина они разделены на два контура тут бензин да да писать и как работа с баками идет я веду он сам автоматически из 2 берет когда 1 заканчивается нет и выдают сообщение и ты должен переключить они а заливать их оба отдельно тоже надо потому что у вазика того же есть идет перекачка автоматическая из левого вправо ну тут все более-менее понятно приборы совсем как советские до военная техника она универсальная ну вот но и с этой стороны до иван крупненько покажу сергей же самый неудобный этот видишь бегунок такой вверх это собственно дворники то есть чтобы побрызгать на стекло вот эта штука до вверх до конца а про левее так арбит мы поняли и light панель но освещение панели видимо до яркость но здесь все ясно масло батарея господи все такое ужасное слушая а вот это для того чтобы груза фиксация грузов такой чешок здесь не мотор там а тут что здесь разместить вот здесь коробка из к ней есть какой-то был или только снизу только снизу все то есть из салона ребят я бы обратил внимание посмотрите это американцы точно подсмотрели у англичан на range rover как ну то есть где-то трофейный нашли решили не а вот это будет нормально а вот эти вот показываю вам черные такие до лазочки салазочки и в итоге там сзади могут курались она просто как на просто так ставится что все ничего не прилетел когда ты тормозишь но чтобы не прилетели боеприпасы ну чего надо чуть-чуть проехать туда не решусь честно гри ехать на этой машине можно поехали но ты сядешь на обычную нет я здесь прокачу как она прет вот потому что ребят мы не будем нарушать все правила дорожного движения позже среди горе ци вот у нас серега к сожалению не только категория бы автомата тоже нет насколько сложно открыть категории c сейчас сложнее конечно же но тогда было приезжаешь и можно я на своем автомобиле за свет погаси в салоне ночь парни сразу же резки обдув лица вот из этих воздуховодов а ну просто лихой мнение я подъявлях тому что ну дует нормально так сразу просто хочет что там метровый вентилятор стоит не на них даже не подушек ничего это одна из немногих машин который середине уже в тебя это у нас селектор и коробки про это раздатка коробка вот это нужно поставить для кружочек видишь на а что тебе напоминает вертолет не ладно вертолет но сам рычаг этот напоминает на самом деле рычаг коробки передач в танке а вот ощущение вот именно армейского обычно когда вы у обычного автомобиля переводите селектор в драйв но какое-то движение легкое на чувство здесь ничего не чувствуешь ну просто все компенсировано весом этого автомобиля сколько лошадей стоит 25 а вес в районе четырех с половиной тонн и остановись вот эта остановка которой все говорили вот боеваясь к в принципе конечно машина завораживает во первых ну размерами звуком истории но рулится очень легко очень легко и в принципе даже несмотря на эти американские зеркала до плоские абсолютно их размера даже достаточно оказывается для того чтобы как-то хоть как-то контролировать ситуацию но поехали в город но все это уже пристрелялся по их пристрелялся шагмент пристрелил никто не пристрелится вы чего вы же известно вот здесь кружочек мы надеем поехали поехали потихонечку только не увидите людей скажи пожалуйста семечка скольки ступенчатая коробка 5 что когда готовился к программе прочитал информацию что были даже трехступенчатые автоматические коробки тогда было так это 4 4 ступенчатая на сам последний на достаточно популярная коробка сама по себе эта коробка ставится на многие американские машины тут на самом деле вот этот двигатель этот детройт дизель довольно древний на шевроле оставился на джеймс и 65 турбодизель но известный машин но в общем собрали из того что было особо не парились на создание раму да ну и вот здесь ребят самый водок самое трудно мне нет сейчас за у детей к часы нас перемена будет и чего они подумали вена освобождение не автор нету детей будет это эвакуация из школы правый борт ну как-то интуитивно по нему тебе сергеевич будет помогать по правому борцу и сразу в принципе он не мне помогает а им помогает потому что я думаю что этой штуке кофе сейчас колеса накачены сильно потому что на трассе и поеду условно так она помягче конечно не сильно на достаточно жесткая и за счет этого хорошо управлять мое мнение но ощущение что я в грузовике он призвано присутствует вот такой очень ну это грузовик армейский для берега по сути да про для перевозки личного состава поэтому ребят но что они возили обычно сзади у них разные с модели бывают вот есть только там давали нет бывает прям два человека только сидят остальной кузов из там сгруз да есть вот на основе этого перевозки личного состава на там десанта у нас на основании таких вещей там у них и амбула турки штабные машины были и с пулеметом сверху с расчета вот сюда ставится турель сюда здесь такая специальная платформа для ног и он сидит на на ленте у нас по сути пожарник значит вышла на этапу лети сидит и перед причем-то разошелся серый что-то страшно мне нормально идем хорошо тут просто это штаб-квартира ГРУ чтобы парни не подумали что это штурм штурм примерно подобное ощущение я испытывал когда мы катались по Владивостоку у нас были праворухие машины помнишь и вот ты сидишь и правый борт по разметке контролируешь что там с другой стороны вообще не понимаешь но главное чтобы она шла более-менее прижавшись к краю у меня был культурным шоком когда я въехал в минск на нем там же полосы сразу сужаются и ты получаешь видишь них об одном полосе едешь полторы уже туда и была проблема очень комфортный руль очень комфортно мотор по нему чувствуется по акселератору что конечно и очень тяжелая машина скажи пожалуйста как внедорожник этот автомобиль вообще стоит рассматривать или это все-таки ну там армейский грузовик все очень но сравнивать нельзя то есть универсал не универсальный сто процентов для него болото это все конец потому что он просто лутоник а вот если твердый грунт и допустим камни какие-то или крутые уклоны он хороший ну то есть это для войны вот в американских условиях с пустыни то есть на наши болото не рассчитаны да не придется пересмотреть а сколько он весит где-то в районе 4,5 тонн слушай а есть ли у тебя проблемы сейчас с этим так называемым каркасом когда тяжелые вот машины пикапы да те же я уже в документах написано легковой легковой но цель легковой автомобиль массой 4 с лишним тонн я как разгонечник у меня сюда ехал я в Кремля остановлю в колишнике и говорит вам здесь нельзя я говорю почему я говорю ну вот нельзя так ну вот видишь легковой я говорю мы же понимаем друг друга он такой ладно еще нет слушайте я бы особо не жаловался на шумоизоляцию в этом автомобиле ну то есть вот как ни странно да вот этот огромный мотор этот огромный салон не создает какого-то дискомфорта когда находишься внутри вот на втором ряде сидений ну ты знаешь вот уже все я тебе говорю ты видишь и хочется быть безоружным потому что даже как-то хотя сначала хотел сказать обрез здесь держать или еще очень нож в принципе масса врага хватает для решения конфликта не просто это этого автомобиль ну да такой у тебя там есть двери кармашек там как раз на всякий случай лежит он не не дальше дальше металлическая такой нащупку металл металл мне дальше дальше нет там круглый металл слушай нож нож с собой возит на всякий случай провода вот но нет запала бракам там там есть запал откручен этот учебный ребят подарили на секунду ф-1 граната ребят но когда когда доспеть враг понимает что это учебная ну если он разбирается по цвету поймёт она зелёный мишки ну маркировка когда прочитает а так то в принципе но по крайней мере можно создавать по башке не просто в лоб кинуть сильно вызывает уважение же правда автомобиль на дороге парни видите автомобиль сразу в голове счетчик включается пять с половиной миллионов рублей не так 4 тонны так ну давай иваныч поркатись на вещи прекрасно на самом деле чтобы его оценивать и надо попробовать продать может продается они очень неохотно неохотно сейчас вообще большая проблема у меня ребята знакомы у нас же тоже есть h1 клуб и как бы но там ребята всей страны и то как продает то дисконт делать большую проблему кидают рынок ну да то есть он стоит пять с половиной но не продать это правда прекрасно ну да диван так а как открыть дверь сейчас полгода с подъемником металлическая такая вот и не прям на двери на двери ниже ниже отначу все какие-то звуки нормально гидрус и вот-вот-вот серый ты чувствуете на парень дайте еще раз вот этот этот эффект вот вы это я вот совсем вот 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 чуть 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 ну вот выбираешь на резина и плюс его по обслуживанию такая процедура там каждые три тысячи миль он обслуживается так что-то горит брату нормально вот точно все нормально да ну то есть в принципе можно представить американского солдата который стучит вот помните как в уазиках стучали серии случайно выговорить это только так а чё серьезно метр только твою мать надо говорить мы будем убивать вас нас как у тебя близкие относится к этой машине прекрасно мама ненавидит не нравится сколько я не женат на нравится сколько ест и нравится автомобиль твоих денег на обслуживание зависит от того чтобы как ты едешь на дальняк куда-то ну конечно сожрет но насколько сильно ты устаешься рулем этого автомобиля или эмоции от нахождения за рулем перебивает всю усталость знаешь вот самое приятное когда летом едешь какой-нибудь мотоциклист подъезжает они все показывают им всем нравится как будто а женщины как относятся вот не знаю не у него не успевай замечать не успеваю не успеваю спросить на уже заняты сушки но очень круто смотрите здесь все очень похоже на тот же defender на уазик да ну вот вы по и на тот же гелик ну то есть вот ребят приходится толкаться до соответственно локтем в это окно абсолютно прямые стекла но а это штатный мы с тобой радовались вот буквально несколько дней назад снимает тест обновленного у вас по 3 2015 модельного года что наконец-то во внаш в нашем внедорожнике за 750 тысяч рублей появились стекла с подогревом тут смотри какого года автомобиль 3 3 вот ребят вот видите не но с другой стороны они не победили нас никогда не победят но они увязнут банк до того как разогреется стекло ты заказывал этот автомобиль и он заказывался там в америке и возился сюда прям циклажать или фарди ребят но вот знаете ощущение от этой тачки мы в этом году весной были большом автопробеге по стране встречали в разных уголках нашей огромной страны людей которые фанатит от американского автопрома в общем у нас на тесте был и ford mustang shelby да вот эти автомат вот этот автомобиль четко транслируют и диалоги американского автопрома большой с огромным мотором простой вспомните да как выглядели все эти автомобили и ну вот в данном конкретном случае сурово ощущение то про тормоз а слушайте динамика я не ощущаю уже даже габаритов просто я ощущаю кайф от езды к сожалению большому мы сегодня живем в мире когда вот на улицах наших городов все чаще мы встречаем автомобили ford focus 3 но мы об этом уже много который тоже будет американским автомобилем там я не знаю что там будет шевроле шевроле таха который может быть еще и с американскими генами но уже такой весь европейский весь такой уже голова за даха трейлброй трейлблейсер до который в бразилии где они его нарисовали то есть убили вообще просто легенду американского автопрома но этот автомобиль он настоящий вот все нас даже вот эти вздрагивания качения вот это это все велика и посмотрите люди да они с восторгом смотрят но это этой большой игрушка большая игрушка для больших пацанов сколько стоит помыть эту тачку или ты сам моешь не 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 я к вам ехал без такого хорошего уборки салона до 500 рублей минимум за 500 не помыли 6 утра страхует этот автомобиль я перестал перестал осаго сколько не устой что-то в районе 9 что ли он же такой у него маленького лошадей в районе 9000 а сколько лошадей у него 395 а крутящий районе пятиста лишь стали семиста вот что-то такое прям знаете вот эти все вибрации которые ты ощущаешь они через ногу во все тело позвоночник просто выцеливаешься и ты был болен ну класс ребят те же самые ощущения мы серега его поймали в последний раз когда были в нашем армейском проекте да а когда ты находишься рядом с орудием пускают она 100 миллиметровый пускай холостой выстрел да вот это ощущение просто до высвобождение энергии силы силы да вот здесь это все есть правда не все очень быстро на самом деле да вот привыкаешь габаритом нету никакого и ощущения дискомфорта и вот посмотрите руль но не на всяком деле это крутится руль и посмотрите на не такой уж и большой там радиус получается разворота слушать он очень круто дорогой вручник сейчас мы сейчас мы остановимся парни сейчас это движение таковы в индийском кино так сначала она сложнась поводить на себя вот это да поэтому руль за чем по усилию которая вам необходимо для того чтобы поднять ручник но вот затвор знаете в орудии вот это в казенной части нас у все учил то есть наш литерат всего ну это как в трамвай в трамвай брейк слушайте но самые наверное яркие эмоции до за последние выпуски нашей рубрики бывшего употребления именно ты собираешься еще на нем нет я думаю все равно не разваливаться я разваливаться продавать это не нужно никому на 100 автомобиль который останется да и кстати главное ты привычка его невозможно эвакуировать до пренебра но есть такой да есть такой слух я не знаю меня не пробовали у нас вот сегодня эвакуировали наш автомобиль и вы кстати говоря подсказали нам что нашу тачку эвакуировали потому что с 24 до 25 декабря в москве расширяется зона платной порно новые знаки в добавить и сегодня ночью этого да и вот к сожалению один из наших автомобилей оказался под знакомы все и просто увезли так что масло стояла машина потом поставили знак реально и увезли и вот а вот так сегодня произошло бизнес по-русски да бизнес по-русски слушайте но круто да наверно круто круто и мы бы на самом деле может быть напросились к сергеевичу в какой-нибудь путешествие приезжайте на даче приезжайте съездить на путешествие у тебя дачу да не зачем это 8 километров приезжать там есть где поездить просто для того чтобы посмотреть как этот автомобиль ведет себя за в естественной среде его обитания ровно среда этого мира или когда и афганистан тут сергеевич соответственно выполняет роль человека разруб инструктора который готовит понять зондерка и вы посмотрев это видео солдат конечно то есть когда у перед вами окажется трофейный автомобиль хаммер вы уже будете знать аккуратненько 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 все будем аккуратненько ладно сергеич по традиции от нашего партнера супер компании мать уль или как некоторые выпендривающий секрет чего гореть и мать уль мотул мотул надо говорить вручаем вручаем пакет целлофановый классный значит смотри во-первых изелю а это как раз новости протектор те нужен мы смене жизни так шапка специально красная хорошо это что дизель систем клин о для именно для дизельного мотора и сразу клин просто инжин клин да просто роста ручка для того чтобы ты был счастлив давать автографы потому что теперь сергеевич звезда на самом деле алинасосу риму карманове злода вот она ручка лишь рисковые но это не самое главное слушать а ведь автомобиль наш больше чем вот хотя это тоже и еще один понимаешь в этом проблема но на ровно да так брат ну и самое главное это масло тебе потребуется много только литров при смене и ближе по моему десятку он точно 10 литров уровень смотри это 2 10 12 цвет красный мы тебе это не точек просто просто сертификат дает право получить моторное масло матюль или мотул в объеме и рекомендованном для разовой замены ох и поиздержится же компания мотул из-за твоего автомобиля у меня везде залит мотул кроме моторного правда серьезно это недосмотр посмотрите идут люди радуются здравствуйте товарищи хорошая машина даже людям нравится спасибо тебе огромное на людей потратил на из-за эмоций которые ты нам подарил правда и я надеюсь что это наша не последняя встреча потому что действительно осталось теперь посмотреть как этот и может быть даже сравнительный тест провести с нашим армейским груз каким-нибудь автомобилем и с тем же defender выйди сюда иди сюда чё несешь там яйца безопасность вождения форта а ты кто и безопасности да как раз учишься вот к этому автомобилю брат чё это вот такой вообще на самом деле нас парни вот есть какие-то вещи которые не на самом деле я просто видел как раз на газе сам из нижнего года видел на газе как делали тигр в общем за отношение к тигру лучше чем к этому автор все брат все 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 давай ты нам портишь картинку он очень туда шел а кстати а давайте так и сделаем хаммер 1 против тигра то что у нас есть возможность взять этот автомобиль на тест мы как раз и проверим правильно причем тоже в гражданской версии возьмем этот авто все спасибо большое сергей ребята хотите стать главными героями наших выпусков бывшего потребления пишите пиар собака бета-драйв .ру а можете женщин нужно есть ими уже есть еще компрометируешь вообще но я имел ввиду сегодня а пост скриптум сергеич покажи я ручь его что показать значит это тупо отверстие для слива воды все днище но вперед наклонено и соответственно ты в это стоит стран такой же получать 2 ванна таки а ты когда заезжаешь в прод очень плохие плотнители реально плохие ты у тебя вода встает ну как ну чтобы слить воду быстро открываешь вперед все просто насколько на какие простые решения плюс смотрите ну вот настоящий производитель этих автомобилей соответственно тех которые производятся и для американской армии да и гражданской версии один завод а уже после соответственно да сам бренд просто дан на вот этой базе то есть по нашему бы это как называться какие у них там горы в америке есть какие городу колорадо колорадо вагонзавод